Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля. В сегодняшнем видео мы будем с вами тестировать новые коллекции от бренда Perl и их коллаборацию с брендом Barbie. Кто не любит Barbie? Мне кажется, когда мы были все маленькими, наши любимые куклы, по-моему, всегда была Barbie, как мне кажется. Так вот, когда Perl вышел с этой коллекцией, сразу все восхитились, очень все сказали, о, какая классная коллекция, надо покупать все. Когда я увидела промо-фото этой коллекции на Trend Mood, я сразу поняла, что она мне интересна, то есть мне интересен дизайн, мне интересно попробовать формулу бренда Perl и я загорелась. Я, в общем, купила это все, почти всю коллекцию, то есть я сейчас забегаю вперед. Так вот, в прошлом году у бренда Perl также выходила коллекция с Barbie, но она была настолько популярна, что каждый бьюти-блогер о ней говорил и было интересно наблюдать, что люди говорят. Но в этом году, в этом году об этой коллекции никто не говорит от слова вообще, какие-то маленькие блогеры с небольшим количеством подписчиков, да, они выходят с этим видео, но ни одного блогера-миллионника с разбором этой коллекции я не видела пока, непонятно почему. Итак, давайте, ребята, уже перейдем к вообще тому, с чем вышел бренд Perl в их коллекции в Barbie, давайте уже начинать, поехали. Первая, это, конечно, палетка, она стоит 34 доллара и вы получаете 15 оттенков. Далее у нас имеются сеты помада плюс лак по 32 доллара каждый, имеется палетка румян по 32 доллара, в ней 6 оттенков разных румян. Очень интересная подборка оттенков румяных, надо сказать. Также у нас имеется пуховочка с блестящей пудрой для сияния кожи тела, 32 доллара. В коллекции можно найти очень красивый хайлайтер золотисто-розовый, круглой формы, 26 долларов. Имеется набор праймер для ресниц плюс тушь, 20 долларов, все это полный размер, естественно. Еще в их коллекции можно встретить три невероятно красивых оттенка помад, по 18 долларов каждая, от очень красивого розово-нюдового оттенка до очень хорошего красного смелого оттенка. Также у них вышел набор с ресничками и с клеем для ресниц, 16 долларов, имеется две пары ресничек в этом наборе. Также я вижу три лака для ногтей в разных оттенках по 18 долларов. И последнее это набор для ухода за кожей, который включает в себя умывалку, сыворотку и крем для лица. Я его купила и уже попользовалась им, кстати говоря, сегодня утром, и хочу сказать, что мне он понравился. Все стоят 29 долларов, и вы получаете, ну, как мини-размеры в этом наборе. Мне очень понравились определенно все средства из набора этого. Это очень милый, красивый цвет, и мне очень показалась интересной умывалка, потому что она с аха-кислотами, так же, как и, в принципе, все компоненты из этого набора. Это интересная консистенция, интересный запах, которого я еще ни разу не чувствовала ни в одном средстве по уходу за кожей лица. Я не почувствовала никакой липкости после использования ни одного средства, что невероятно классно. Итак, с этим мы разобрались. Теперь давайте перейдем уже к нашему макияжу глаз с использованием теней от Barbie & Pur. Посмотрите на эту упаковку, ребят. Это смотрится так красиво, так эстетично и так креативно, что, ну, я не знаю, я не нахожу слов описать, насколько я чувствую себя счастливой получить этот набор полностью. И в этой палетке мы видим 15 разных красивых оттенков, которые были вдохновлены самой Barbie. Естественно, здесь имеются как очень красивые розовые оттенки, что, естественно, перекликается со стилем Barbie, так и очень красивые, не менее интересные, нюдовые оттенки, типа коричневого, светло-коричневого, ну и, конечно же, шиммеры. Шиммеры – это, наверное, то, что всегда всех восхищает в любой палетке. Вау, она очень-очень красиво смотрится, ребят. Посмотрите на эту красоту. Дизайн палетки, он просто вау, если честно, ни разу не видела ни одного бренда вот такого расположения цветов в палетке. И как раз-таки из-за того, как рефил расположен в этой палетке, люди стали задаваться вопросом, а почему они так странно решили расположить их то квадраты здесь, то треугольники. А если, допустим, я захочу использовать этот цвет постоянно, и он у меня быстро закончится, понимаете? Не знаю, я считаю, что это нормально, это была их фантазия, и они имеют право поставить, вернее, расположить оттенки так, как они этого хотят. Кстати говоря, эта палетка, она закрывается магнитом, то есть вы, когда закрываете ее, вам не нужно прилагать усилия, чтобы закрыть, чик, и все. Минуточка информации. Эта палетка сделана в Китае, так и написано Made in PRC, и срок годности этой палетки составляет всего лишь 6 месяцев. Представляете, 6 месяцев. Это очень небольшой срок для палетки, потому что мои многие палетки, которые у меня есть, у меня их много, большинство из них срок годности истекает, может быть, через год, но не через 6 месяцев. Это очень мало, учитывая ее цену, 34 доллара. Окей. По оттенкам этой палетки я могу точно сказать, что здесь идеальное сочетание и нюдовых оттенков, и идеальное сочетание также таких розовато-бордовых, имеются очень хорошие темные оттенки для затемнения. И здесь также мы видим очень красивые такие активные, не спарклы, металлики синего цвета, и смотрятся они действительно очень-очень красиво. Я читала в отзывах, что кто-то сказал, что если вы покупаете эту палетку только из-за синего оттенка, не делайте этого, потому что оттенок здесь просто вообще не очень. Ну и, конечно, я не могу не сказать, насколько люксово чувствуется эта палетка в моих руках. Здесь очень красивая такая блестящая гравировка на ней, и это невероятно приятно дотрагиваться до нее и чувствовать это все. Ну, конечно, смотрится она больше, чем 34 доллара 100%. И давайте начнем наш макияж в стиле барб. Я только сейчас снимала, как я крашу свой правый глаз, и поняла, что моя камера не работала. Слава богу, что я не сделала весь лук. Это было бы очень печально. Итак, я хочу сделать сегодня какой-нибудь макияж в стиле барби, опять же. Я буду использовать все такие основные бордовые оттенки. Как можно увидеть, здесь небольшое количество бордовых оттенков, всего лишь парочка, а именно два. Я не знаю, как они делали эту палетку барби, если здесь не так много розовых оттенков. Ну да ладно. Я начала с этого красивого светло-бежевого оттенка, который называется Barista Ken. Несла его на все века. И, кстати говоря, ребят, эта пигментация, она просто нечто. Не ожидала увидеть такую хорошую пигментацию даже из самых светлых оттенков этой палетки. И, в общем, да. Достаточно легко с ними работать. Тени действительно очень легко растушевываются, очень легко ложатся на праймер у Turban Decay, который я всегда использую почти в моих макияжах. Что, по-моему, очень даже красиво получается. Такой миленький макияж. И, как мне кажется, с такими оттенками очень-очень сложно испортить макияж. Просто потому, что они очень легкие. Они очень шелковые на ощупь. Не только на ощупь, но и при нанесении на веко. Поэтому, да. Давайте продолжим наш макияж с использованием такого очень активного бордового оттенка. Он очень красиво смотрится в этой палетке. И называется этот оттенок Dream Doll. Что, в принципе, очень даже актуально. Потому что коллекция у нас о Барби. Вот интересно, насколько этот оттенок будет прямо-таки темным при нанесении вот сюда. В принципе, да, он имеет в себе пигмент. Но, знаете, это не тот пигмент, который, допустим, вы привыкли видеть в каких-нибудь других палетках. Типа Anastasia Beverly Hills. Он очень кукольный, я бы сказала. Но он все равно есть. Знаете, мне даже нравится, что в этих тенях не так много пигмента, как, допустим, в других брендах. Потому что вы, скорее всего, не сможете совершить никакую глобальную ошибку при растушевке. И, в общем, вы не получите разводов на ваших веках. И это очень классно. Не слишком розовый. Он и не красный. Он какой-то персиково-бордовый, как будто бы. Кстати, ребят, как вам мои волосы? Я вчера покрасила волосы. Я не красила их, может быть, месяца-полтора. И я пошла в свою парикмахерскую, куда я обычно хожу. В салон красоты вот. И я говорю, я хочу сделать какие-нибудь хайлайты. Хайлайты на своих волосах. И моя парикмахерша говорит, ну, давай, хорошо сделаем. В прошлый раз я хотела, в общем, покраситься в блондинку. И мы сделали даже пробу одного моего волоска. Осветлили его. И он вышел такого же цвета. И она говорит, хорошо, давай мы осветлим твои волосы. Ну, в принципе, она знала, что они будут такого цвета. Хоть мы и тонировали их. Хоть, ну, мы сделали тон один раз. Тонирование после окраски уже. Как будто бы волосы здесь не были крашены очень долгое время. И мне просто непривычно в таком образе, если честно. Муж сказал, что если у тебя будет больше этих хайлайтов на волосах, то будет красиво смотреться и лучше. Так что, возможно, даже еще я пойду в следующий раз туда и что-нибудь сделаю уже более законченное в плане образа. Слушайте, ребят, ну, мне нравится, если честно. Мне нравится. Эти тени определенно не такие, как жесткие, не такие суперпигментированные, как тени от той же самой Худ Бьюти и Purple Haste, на которой я делала обзор уже. Я вас немножко приближу, если вы не против, чтобы лучше была видна растушевка, как все наносится и так далее. Ощущение, что я хочу взять немножко более активный оттенок из этой палетки. Возможно, даже я возьму вот этот красивый темно-коричневый оттенок. И, мне кажется, он должен дать нам то самое затемнение. Оттенок, кстати говоря, называется у нас... Сложно, кстати, смотреть название, потому что это все на обратной стороне и нужно все это правильно прочитать, потому что можно легко запутаться. Отзывается он у нас Imagination. Я хочу надеяться, что этот оттенок даст то самое затемнение, потому что, если нет, то это будет не очень круто на самом деле. Добавлю того же самого темно-фиолетового оттенка в зону затемнения. Вместе с этим коричневым, мне кажется, будет смотреться просто бомбически. Посмотрите на этот прогресс, ребят. Мне кажется, что это смотрится невероятно красиво. Я повторила это уже раз пять, но это правда так. Мне очень нравится, как этот макияж у нас получается с вами. Сейчас я хочу взять более чистую кисточку, чем у меня сейчас в руке. Немножко растушевать оттенок в красивую чистую растушевку. Я возьму кисточку от Morphe номер M505. До этого я использовала все кисточки без номеров, они китайские, типа с Амазона, с Алиэкспресса некоторые из них. Поэтому, да, номеров на них нету никаких, к сожалению. И вот так просто идем и растушевываем, потому что таким образом у нас на глазах будет все смотреться очень чисто в плане растушевки. Дальше я хочу взять еще более маленькую кисточку от Morphe под номером M507. И я хочу взять, скорее всего, вот этот вот красивый бордовый оттенок, нанести его на водную линию ресниц. Мне кажется, это будет отличное сочетание нашего макияжа сегодняшнего. Также я хочу взять очень сильно коричневый оттенок под названием Imagination. Ну вот, так гораздо лучше. Дальше самое интересное, мы добавим немного больше блеска нашим глазам сегодня. Я хочу взять этот невероятно красивый розовый оттенок. Нанесу его сначала кисточкой. Называется он, кстати говоря, Icon или Icon. Надеюсь, нам не нужно мочить этот оттенок. В принципе, он наносится очень даже хорошо. Он более перламутровый, то есть более прозрачный по своей текстуре. Давайте попробуем его все-таки нанести пальцем, потому что пальцы наши лучшие друзья на самом деле. Он совсем другое дело. Он совсем по-другому смотрится. Совершенно гораздо более активен. Если наносить его пальцем. Нет, ну, конечно, оттенок, он очень интересный и по-своему красив. Он может показаться простым оттенком. Да, это обычный проломутровый розовый оттенок, металлик. Но в нем какой-то есть особый финиш конечный, который чем-то привлекает. Наш следующий оттенок, который я хочу попробовать, скорее всего, будет... Даже не знаю, наверное, вот этот оттенок. Либо же взять этот красивый оранжево-красный металлик-шиммер. Мне кажется, этот оттенок больше нам подойдет, потому что он имеет в себе те самые оттенки, которые у нас уже есть на глазах. Поэтому давайте пока его, наверное, возьмем. Ну, кисточками, конечно, те оттенки не набираются очень хорошо. И да, они опадают много. У меня видно на лице, что есть большое количество блесток из-за именно металликов. Все-таки рукой, пальцами, потому что, ну... Вы знаете, оттенок красивый. Оттенок очень какой-то рождественский даже, потому что он имеет в себе этот красный тон. Но он почти не наносится на век. Вы получаете неоднородный слой, к сожалению. Не знаю даже. С большим трудом его можно достроить на веки. Ну, в принципе, да, такой окей оттенок. Ничего особенного. Хочу попробовать этот красивый оттенок, который называется Love to Play. Мне он кажется гораздо более, как бы сказать, плотным. И да, по-моему, он даже лучше, чем наш предыдущий оттенок. Его гораздо-гораздо легче наносить на века. Мне нравится, с чем мы имеем дело. Не могу сказать, что я ненавижу эту палетку или что-то вроде того. Но осыпашки здесь, конечно, хорошие такие. И последнее. Давайте немножко растушуем то, что у нас получилось. Такие блестки. Совершенно немножко. И хочу этот красивый розовый оттенок, который у нас посередине прямо-таки. Нанесем его в уголки глаз. Надеюсь, что он не будет щипать глаза и что он как-то покажется. Нет, ну супер, конечно, маленькая пигментация. Ее почти нету. Есть большая разница между тем, когда вы используете Наташу Динону, ее металлики или шиммеры и эти тени. Потому что здесь, ну да, вы сами видите, что это очень минималистичный макияж, который кому-то тоже понравится. Мне он нравится, но, опять же, есть войно. И следующий компонент коллекции Барби. У нас вот такой набор праймер плюс тушь. Оба компонента в полном размере, что не может не радовать. Посмотрите, ребята, эту упаковку. Это так мило. Вы можете даже повесить ее на елочку и кому-нибудь подарить даже очень будет хороший подарок. Так это все выглядит. Очень все красиво сделано, кстати говоря. Стиль Барби в этом какой-то чувствуется определенно. И эти упаковки, они на самом деле огромные. Мне интересно, сколько здесь продукта в составе. 13 мл в составе сделано в Китае. Я хочу сравнить эту тушь с тушью от Armani. То есть вы видите, она в разы, в разы больше. И в туши от Armani у нас 10 мл, здесь у нас 13 мл. Хочется верить, что эта тушь даст объем, потому что здесь не написано, какой эффект вы получите. Ну, а праймер это всегда хорошо. У меня, кстати, не было праймера в полном размере никогда. Пахнет как... не знаю, ничего особенного, если честно. Так, начнем мы с праймера, конечно же. Он как будто бы очень сложно передается на реснички. Мне показалось, что нужно хорошо приложить усилия, чтобы ресницы полностью покрылись этим праймером. Здесь написано, что это тушь, которая создана с какой-то магнитной технологией. Приятный запах очень даже. Вот такая у нас щеточка. В принципе, ничего такого супер необычного я не вижу. Не знаю, не могу сказать, что мне эта тушь прям очень-очень понравилась. Очень базовая тушь, которая, как мне кажется, идеальна перед нанесением ненастоящих ресничек. Но так, использовать ее на повседневку при натуральном макияже. Нет этого эффекта вау, когда вы наносите ее. И эффект очень маленький, будто бы его почти нет. Все очень смотрится натурально. И я не знаю, нравится ли мне это. С тушью и праймером нам все понятно. Теперь давайте перейдем к самим ресничкам. В коллекции Барби можно увидеть очень классный набор ресничек плюс клей. Обычно, когда вы покупаете реснички в каких-то коллекциях или коллаборациях, они не идут с клеем вместе. Они идут отдельно по, там может быть, одной штуке. А здесь вы получаете целых две пары разного стиля. Помню, это разные стили ресницы или один? Да, разные стили. Первый стиль более натуральный, называется Малый Боллаж. И второй уже более такой гламурный, называется Холливуд Лэш. И клей, кстати говоря, который идет к этому, он не имеет в себе в составе никакого латекса. Даже не знаю, какие реснички я хочу использовать. Вот эти более натуральные или же вот эти более такие голливудские. Наверное, все-таки мы будем использовать реснички под названием Малый Боллаж. И я надеюсь, что эти реснички, они не слишком длинные, потому что я ненавижу обрезать ресницы. Очень часто я покупаю реснички под брендом KISS. И вот они, как правило, делают реснички, которые не нужно обрезать. И они, я так понимаю, для более маленьких глаз, что круто. Я вернусь к вам, ребят, через буквально секунду. Ребят, я извиняюсь очень сильно за то, что в моем видео во второй части такой ужасный звук. Я не ожидала, что мой микрофон сломается и что, в общем, такое произойдет. Поэтому я надеюсь, вы простите меня и посмотрите вторую часть видео тоже, потому что там столько классного и интересного, что будет очень печально, если вы это пропустите. Черт, извиняюсь. И вот так у нас получились реснички. Я считаю, что это идеальная и длина, и объем не слишком чистую, вулигарный или слишком просто. То, что нужно прямо вот не дать, не взять, как говорится. И эти реснички у нас были в стиле Malibu Lush. Теперь давайте перейдем к нашим румянам. В этой коллекции Барби в коллаборации с Pur вышел один набор румян. Одна палетка, румя не извиняюсь. И здесь мы имеем такие классные оттенки. Они, знаете, напоминают мне какую-то осеннюю коллекцию оттенков. И как она классно выглядит. Так же, как и в прошлой нашей палетке уже теней. Здесь такая как гравировка. Она очень приятно чувствуется на руках и чувствуется люкс в этой упаковке. Она такая, не очень тяжелая, не очень легкая. Что-то посередине. Посмотрите просто на это, как все уникально и красиво. Мне кажется, что до этого никакой бренд не сделал такую расстановку румян в своей палетке. Это смотрится необычно. Но первое, что меня волнует, когда я вижу это, меня волнует, смогу ли я достать кисточкой нужный оттенок, не задев оттенок соседней. Румяна сделана, естественно, в Китае. И да, это неудивительно. Мне кажется, что что действительно важно, так это формула. И я хочу взять, кстати говоря, вот эти красивые румяна в оттенке California Dreams. Я считаю, что он просто нам идеально подойдет к нашему образу. Несем это все на щечки наши. Оу. На самом деле я не могу сказать, что вы задеваете соседний оттенок, когда, допустим, хотите взять определенный цвет румян. Это круто. Здесь не все так плохо получается. Да, это определенно мой тип оттенка. Мне он очень понравился. Он, знаете, такой персиковый, пыльно-розовый. То есть не могу сказать, что это чисто пыльная роза. Он выглядит в таком упаковке, но потом, нанося его на щечки, вы чувствуете что-то более теплое, чем вы видите в этом упаковке. Давайте еще возьмем немножко этого красивого светло-розового оттенка. Оу, вау. Это пигментация. Ничего себе. Он супер пигментированный и супер яркий, как вы можете это видеть. Вау. Сегодня мы прям такие, знаете, морфуши. Возьму свою кисточку для пудры и немножко подправлю это все, естественно. Мне нравится, ребята. Дайте мне знать, что вы думаете в комментариях об этих румянах. Так, определенно здесь хороший пигмент, и я думаю, что если вам нравится такая палитра оттенков, то почему бы не попробовать и не заказать их с сайта Purr. Что очень интересно, срок годности этой палетки с румяными составляет год, а не шесть месяцев, как палетки, которые мы уже использовали. Интересно, правда же? Следующий компонент коллекции Barbie и Purr это, конечно же, помады. Ни одна коллекция не может обойтись без, как минимум, теней и помад. Мне так кажется. Итак, у нас имеется три очень красных, красных, классных оттенка. Начиная от самого светлого, типа пыльного розового оттенка, и заканчивая очень таким смелым красным оттенком. Вот так выглядит эта малышка. Невероятно красивая упаковка. Изначально я, когда увидела ее, я подумала, как она вообще открывается, что здесь нужно нажимать. И потом я поняла, что, в общем, вы берете, нажимаете здесь вверху, и она выходит внизу. И вы получаете такую красивую малышку. Посмотрите, как это все невероятно красиво смотрится. Определенно есть в этом эстетика. Помада выглядит очень красиво. И даже не скажешь, что это может стоить 18 долларов. Ну, правда, это стоит 18 долларов. И упаковка, и подача помада, она как будто бы на уровне люкса, что не может не радовать. Мне кажется, я видела у Ивса Норан, например, помаду такого же типа, с таким же чехлом, но мне кажется, что эта коллекция, она немножко более, ну, дешевая, понятное дело. Поэтому чехол здесь, он немножко слишком легкий, я бы сказала так. Он не тяжелый, в общем, это как пластик новогодний. Так, давайте ее нанесем и посмотрим уже. Ребята, эта помада невероятно мягкая. Она очень классно наносится на губы. Ощущается она тоже супер. Я не чувствую, что у меня на губах что-то есть, но цвет, который я вижу, меня просто впечатлил. Мне кажется, что это будет самый любимый цвет из всей коллекции. Я уже это прям чувствую. Так как я взяла все оттенки из их коллекции, наш следующий оттенок будет называться Troubalizer. Это другой нюдовый, невероятно красивый оттенок. Мне кажется, что он будет моим вторым любимчиком из всего, что мы сегодня попробуем. Просто вау, невероятно красиво смотрится. Вы видите, что в каждой помаде имеется гравировка, в которой говорится, что помада сделана при участии Purr и Barbie, что очень мило. И да, давайте попробовать уже этот цвет. Мне показалось, что эту помаду гораздо сложнее правильно распределить по всем губам, по двум губам, потому что она показалась мне какой-то более тягучей, что ли. Она прям такая, знаете, более сухая, что ли. Хотя прошлая наша помада была просто идеальная. Она прям сама скользила по губам. Естественно, вам потребуется немножко больше усилий, надавливания, чтобы все это распределить. Но цвет красивый. Цвет красивый. И он такой, знаете, идеальный нюдовый дневной оттенок. Прям вау. Реально классно смотрится. Наш последний оттенок красный смело. Называется Sio. И я в большом восторге попробовать его, потому что мне нравится пробовать разные новые красные тона помад. Вау. Посмотрите на это произведение искусства. Это очень и очень красиво. Немножко жалко все-таки ее пробовать, но я готова вам это показать, потому что я сама думаю, что это будет невероятно красиво смотреться. И мы видим идеальный красный оттенок. Он не слишком теплый, не слишком холодный. Я обожаю его. Наверное, когда я пробовала помаду у Cirena Gomez, ее фельдетовую, так сказать, текстуру помады, наверное, я имела в виду именно такой цвет. Я ожидала от этой помады что-то чего-то вроде такого. Это идеальный красный, ребят. Я вам заявляю это официально. Это идеальный красный. И следующий компонент коллекции это невероятной красоты хайлайтер для лица. Не думаю, что он для тела. Ребят, это хайлайтер. Я когда открыла его, я была настолько удивлена, поражена тому, как красиво он сконструирован в плане узора. За такое, если честно, мне не жалко отдать 26 долларов. И мы получаем два оттенка, естественно, оттенок шампанского и также розоватый оттенок. Но вообще, по сути, эти два оттенка, они оба золотые. То есть нет такого, что вы попробуете взять этот красивый розовый, и у вас будет розовый на кисточке. Нет, скорее всего, он будет таким же золотым. Вот. То есть я ныряю кисточкой в этот розовый, пытаюсь его взять. Отлично. И, в общем, да. Это все золотисто выглядит. Если честно, мне было сначала немножко жаль туда кисточку опускать, просто потому что не хочется нарушать целостность этой картинки, потому что это так красиво. Только ощущение, что вот эту коллекцию реально можно просто купить и оставить на века, чтобы внуки, дети видели, что производилось в те времена. Но смотрится он красиво. Это прям вау. Мне очень нравится этот блеск. И я вижу очень здоровый блеск, который идет как будто бы изнутри. И текстура этого хайлайтера, она как будто бы сатиновая. То есть, да, производители нам пишут, что это шелковистая текстура, ну такая мягкая. И это действительно так. Он не жесткий, он просто идеальный. И пахнет, пахнет он как какие-то конфетки ванильные, что-то вроде того. Очень классно. Я не знаю, носила бы ли я этот хайлайтер на дневной основе, просто потому, что он может быть чрезмерно активным, если нанести такое хорошее количество на щечки. Но даже если вы немножко со себя нанесете, он все равно будет выглядеть, к сожалению, ну не то, что вульгарно, но не подходящий для дневного ношения, скажем так. Но в плане оттенка, наверное, я все-таки буду его использовать, когда какое-то событие намечается, например, Новый год или там дождение чего-то. И, в общем, да, это золотистый финиш хайлайтер. Я, не знаю, небольшой фанат золотистого финиша у хайлайтеров, просто потому, что это, понятное дело, неестественный оттенок вашей кожи. Но в плане упаковки и в плане того, как это чувствуется в моих руках, мне это очень нравится. Супер люксовое чувство. И да, определенно это стоит своих денег, как я уже сказала. Как-то так, как будто бы я только что вернулась с пляжа. Я их, в общем, вся сияю. Ребят, знаете что? Я не вижу следов от своих пор. То есть этот хайлайтер, он не подчеркивает ваши поры, что не может не радовать, потому что большинство хайлайтеров, которые я использую, они в этом плане не очень хорошо, они подчеркивают все настолько, насколько это вообще возможно. Поэтому определенно, если бы, если бы у этого хайлайтера был какой-нибудь другой оттенок, типа серебристого оттенка или просто розоватый без золотинки, я приобрела бы его тоже. Потому что мне очень понравилась формула этого хайлайтера. Я уверена, что если в следующий раз эта компания выйдет с каким-то другим запуском, с другим хайлайтером в таком же формуле, я ее с удовольствием куплю. Я знаю, на сегодня столько много товаров опять, но надеюсь, вы еще не устали, потому что нас ждет блеск из их новой коллекции, который стоит 18 долларов. И у них было два оттенка блесков. Один был такой белого цвета, прозрачный, не то, что прозрачный, в нем были небольшие перламутровые блески. Этот блеск у меня в оттенке Бос Глосс, да, и он розоватый. Ребят, упаковка просто бомбическая. Посмотрите, как он открывается. Вы нажимаете на эту кнопочку, как-то так. Мне кажется, это очень умно и необычно. Я ни разу не видела, чтобы блески открывались именно так. Вау! Давайте попробуем его. Пахнет он, кстати говоря, так же, как и хайлайтер. Только этот немножко более посильнее пахнет этой ванилью какой-то, сладкой ванилью. Вау! Вот это блеск. Ребят, я просто в шоке от того, насколько он приятный на губах. Этот блеск. Я давненько не чувствовала такого комфорта на губах, в плане... Это смотрится очень дорого, особенно здесь, при свете. Этот блеск, он идеальный топпер под вашу любимую помаду. Особенно, мне кажется, это будет идеально смотреться с помадами вот такого типа, ну, чуть темненькая, да, скажем так. Здесь блески, они как будто бы очень мелкие. Это не первомутровые блески, они все разных цветов, они разноцветные. И они привлекают очень много цвета. То есть, таким образом, ваши губы остаются во внимании весь вечер, весь день. Мне кажется, что этот блеск можно даже носить днем, но он немножко такой мокренький на вид, но он ни разу не липкий. И прям, это невероятно классно. Вы знаете что, ребят, я смотрела обзор одной девушки, она купила эту коллекцию, она купила блеск в белом цвете. И она говорит, что блеск просто, что за блеск, какой ужас, это 18 долларов, так дорого. И, по-моему, она сказала, что он очень липкий, какой-то, ну, в общем, не пластичный, его очень сложно носить, он сухой вот. Я такая серьезно, ну, как-то я не поверила. Я ей в итоге получила свой блеск, и я рада. Я реально рада, что я купила именно этот цвет, а не, допустим, прозрачный. Кому нужен прозрачный блеск? Мне кажется, прозрачный блеск это уже какой-то прошлый век. Поэтому, да, ребят, я просто рада. Мне кажется, что эта коллекция нравится мне все больше и больше. Наш следующий компонент и последний компонент из этой коллекции это пуховочка с блестками. Когда я увидела эту упаковку и увидела цену 32 доллара, я сначала подумала, серьезно, 32 доллара? А почему-то мне, не знаю, 50 долларов. Но на самом деле эта упаковка, она огромная. Она, вот, чтобы вы понимали, даже не помещается почти у меня в руку. Она настолько, она, короче говоря, пузатая. И 32 доллара может показаться много, но я еще пока не видела что-то внутри, что нас ожидает. Однако, ребят, посмотрите, как это все мило будет сейчас смотреться. Ох, это картонная упаковка, кстати говоря. И вот из-за чего я и решила это все купить. Розовая пуховочка. В общем, как это все работает. Вы берете отсюда эту блестящую смесь, наносите ее на тело и блистаете, когда вам нужно и где вам нужно. Да, написано здесь пер, барби. Это невероятно мило. И здесь написано never lose your sparkle. Или никогда не теряй свой блеск. Супер красиво, не правда ли? И давайте, чтобы я не потеряла пока эти все штучки. Воу, вот это блеск. Вот это я понимаю. Вау. Это настоящий естественный блеск, но мне это так нравится, если честно. Если честно, не разочаровалась, наверное, ни в одном продукте. Может быть, кроме каких-то тут теней и оттенков пару. Но в общем и в целом я в восторге от того, как это все заработало. И да, я не могу сказать, что эта палетка плохая. Она своеобразная. Она создана для более дневного легкого макияжа. Не супер пигментированного, не супер смоки айс. Это палетка барби. А если вы посмотрите на барби, то у нее, как правило, ну, реснички есть. И есть небольшие, может быть, тени, но нету чего-то сумасшедшего на лице. Правильно же? Поэтому, ребят, я считаю, что это очень хорошая палетка. С ней очень приятно работать. И ты чувствуешь себя как королева, когда у тебя в руках эта красивущая палетка с таким орнаментом, с таким дизайном. И она еще такая тяжеленькая, металлическая. Да, это круто. И стоит она 34 доллара свои ли? Да, она стоит этих денег, потому что это красиво. Кстати, ребят, забыла совсем сказать, что у Пер вышел также спрей для лица в невероятно красивой упаковке. Это настолько красивая упаковка, что я хотела купить это. Сразу же, когда это все вышло, она что-то замедлилась. И в итоге я решила, ну, подожду и так далее. Когда я делала заказ на сайте, оказалось, что этот спрей был раскуплен. И он стоил так же, как и эта упаковочка, 32 доллара, 34 доллара. И я так расстроилась, но сейчас я зашла на сайт, и это все уже даже в стоке есть. Поэтому, кто хочет такого типа спрей для лица, чекайте их сайт, и все будет круто. Мне очень понравилась эта палетка румян. Я в восторге. Я считаю, что цвета это то, что мне нравится. И в зависимости от моего настроения я смогу выбрать то, что мне хочется. Мне понравились все помады. Да, какая-то из них не была прям такой супер-классной в плане нанесения. Но, ребята, это вау. Они стоят своих денег. Не только упаковка за 18 долларов, но и качество, которое вы иногда даже не получаете при покупке более дорогих помад. Если вы, кстати, ищете свой идеальный красный цвет, то это он. Он вот здесь вот есть. Уперу. Хайлайтер просто большой, огромный плюс. Очень красивый оттенок. Это нарядно. И если вы любите такие золотистые оттенки, то, конечно, вы полюбите этот хайлайтер. Он не на каждый день, но он именно на те дни, когда вам нужно выглядеть супер-супер красиво и блестяще. Золото блестящее. Думаю, что идеально для новогодних каникул. Блеск мне очень понравилась. Не только упаковка оригинальная, но и как он вообще сидит. Блеск очень видится, и это очень дорого выглядящий блеск. Да, мне понравилось. Реснички, тушь. Это все хорошо. Реснички особенно понравились мне прям 10 из 10. Тушь и праймер. Ну, окей. Могло бы быть лучше. Я не поняла, как тушь... Что она делает с моими ресницами. Она не сделала их ни длиннее, ни короче. Праймер. Не знаю. Я бы не купила набор еще раз. Нет, не стоит этого 100%. Ну, и, конечно, закончим мы все это набором для ухода за лицом. Мне он очень понравился. Я определенно под впечатлением, как это все подействовало на мою кожу. Никаких навеканий нет. Поэтому я считаю, что мой сегодняшний холл... Холл, это значит распаковка на английском с сайта Pur и их новой коллекции Barbie. Прошла успешно. Потому что, ну, вся продукция почти была действительно уникальна, интересна. Все было мило, красиво упаковано. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я даже сейчас еще буду сидеть и смотреть на свой блеск. На весь макияж. И, да, надеюсь, что видео выйдет сегодня ночью. Потому что сейчас у нас... Сейчас у нас 7.34. Ну, в общем, если получится, то да. Надеюсь, вам все понравилось. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, хороших макияжных дней. Ваша Юля. Скоро увидимся. Прощаюсь. Всем пока.